Органы полицейского дознания разбираются в причинах межличностного конфликта, который случился на днях в одном из городских кинотеатров. 42 мужчин закончилось тем, что один из ее участников выхватил нож. Все началось с того, что ему не понравилось поведение группы кинозрителей во время киносеанса. Расскажите, почему доставленного в полицию? Что произошло? Дело было так. В общем, я смотрел кино, поскольку большой любитель хороших фильмов. И услышал, что там стали плохо вести себя в зале. А именно, громко разговаривать, хохотать, извините за выражение, жрали попкорн, чавкали. Чавкающие и хохочущие зрители очень мешали мужчине, ведь он пришел в кинозал с совершенно определенной целью – насладиться серьезным шедевром кинематографа. По-моему, как мне показалось, не по делу отпускали шутки, хотя фильм очень серьезный. А поскольку я вот именно любитель серьезных фильмов, это фильм наподумать, там что-то проанализировать, там поразмышлять, вот, считай, как на фестиваль «Зеркало» пришел. Ладно, мое терпение лопнуло. Я пошел, вышел в коридор, сначала подозвал просто контролершу. Там я часто появляюсь, то есть меня уже знают. Я сказал, что, вы знаете, ну, там плохо себя ведут. И настроен был я уже достаточно злот, поскольку, ну, это было, мягко говоря, неприятно. Вот, что вот такое происходит. Как вскоре выяснилось, вместе с фигурантом этой истории фильм смотрели участники подростковой футбольной команды. Ребята приехали в Иваново из Вологды для участия в соревнованиях. А в кинотеатр юных футболистов привел их тренер. В ВВД России по Октябрьскому району города Иваново обратился 32-летний житель Вологодской области, работающий тренером детской футбольной команды. Мужчина рассказал о том, что он с воспитанниками приехал на соревнования в город Иваново. В один из дней потерпевший повел ребят в кинотеатр, расположенный в одном из торговых центров. Там между ним и одним из посетителей кинозала возник словесный конфликт. Выясняли отношения футбольной тренера и взволнованный зритель уже за пределами кинозала. Первый пообещал разобраться в ситуации и, если необходимо, повлиять на своих воспитанников. Однако это обещание не разрядило все более накаляющуюся атмосферу. Да, да, да. Вот, предъявляют что-то. И уже на подходе я понимаю, что он предъявляет по поводу, что мешают дети. Я подошел, ну, поздоровался, представился, что я тренер этой команды. В чем проблема? Ну, что он мне сказал, что... Ну, твои дети мешают. Я говорю, ну, в чем мешают, мы сейчас разберемся, то есть адекватно все. Но что он мне сказал, что я сейчас своих детей по одному буду ушивривать из кинотеатра. Во время ссоры незнакомец достал нож и стал замахиваться на оппонента. Потерпевший быстро среагировал, обезоружил нападавшего и удерживал его до прихода сотрудников охранно-торгового центра. После этого задержанного передали сотрудникам полиции, которые доставили дебошира в отдел полиции. Конфликт с применением оружия проходил на глазах у шестилетнего ребенка. Футбольный тренер взял в кино своего сына. Он повел мальчика в туалет и как раз в этот момент встретил недовольного кинозрителя, жаловывающегося билетерши на поведение его воспитанников. Далее после этого ему сказал, ну, что ты ничего не попытал так говорить. Далее мужчина затрясся, начал в куртку что-то ссывать в руку, и я вижу, что достал нож, открыл. Я до последнего думал, что какая-то ерунда. Женщина убежала, получается, и я снялся с ребенком. Он пошел, я ему объяснил, что ты что делаешь, куда убери нож. То есть он пошел сразу же на меня, он приложил мне нож. Ну, хорошо, как я успел это все. А в этот момент был ребенок у меня. То есть я руку у него выхватил, то есть держал руку, и остался все время, благодаря я пытался, просил, ну, людей, чтобы забрали ребенка. Схватку разгоряченных мужчин запечатлели камеры внутреннего наблюдения. С агрессивным любителем поразмышлять и ценителем серьезных фильмов спортсмен в итоге управился. Повалил вооруженного человека и отобрал у него нож. Далее подоспели сотрудники местной охраны. Появилась полиция. То есть я Матвею говорил, спускайся вниз, не смотри. То есть когда я убедился, что ребенок в безопасности, я выхватил у них нож, ну, то есть выкинул нож, ну, и повалил его. Далее прибежал первый, там, прибежал мужчина с ребенком, спросил, что случилось. То есть помочь ли. То есть я не помню, помог или нет, но суть в том, что я просто держал его снизу. Потом далее прибежали, охранники уже скрутили и убили его в кабинет. Конфликт двух кинозрителей закончился возбуждением уголовного дела по факту угрозы убийства. Если вина размахивающего ножом мужчины будет доказана, то он может отправиться в места лишения свободы сроком до двух лет. Задержанным оказался 37-летний житель областного центра. Мужчина состоит на учете у врача-невролога и имеет инвалидность. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Сотрудники полиции обращают внимание граждан на то, что решать возникающее недопонимание необходимо мирным, ненасильственными методами. Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, незамедлительно сообщайте об этом в ближайший отдел полиции.